Я просто не могу отказаться от сыра. О, я знаю, что ты имеешь в виду. Ты отказался от мяса, ты вегетарианец, ну, поздравляю. Ты убрал животные продукты из своего рациона, отлично. Или, может, ты перешел на веганство, и у тебя есть друг, который говорит, ты выглядишь отлично. Но они начинают говорить, что любят сыр так сильно, как этого не делает веган. И они стали веганами, но сыр оставили в рационе. Послушай, я об этом слышал. Все время из тех продуктов, с которыми людям сложно расставаться, это сыр. Он на самой верхушке этого списка. И знаешь, что, как только избавишься от сыра, и это будет отличное решение. Даже только потому, что если ты пытаешься сбросить вес или другие проблемы со здоровьем, когда ты отказываешься от сыра, многие из тех проблем начнут растворяться. Итак, давай откажемся первым делом от сыра, насыщенного калориями. И ты себе даже представить не можешь, насколько в сыре много калорий. Что если ты ешь его в больших количествах, то ты не сбрасываешь вес из-за этих калорий, которые приходят. 70% идет из жира. И каждый грамм жира содержит упакованные в него калории. Для сравнения, углеводы, неважно, из картофеля или хлеба, даже из сахара, там будет 4 калории на грамм. Сыр очень опасен для твоего сердца. В этом случае твое сердце является мишенью для всего. Я прав? И также сыр содержит много насыщенных жиров вместе с холестерином и натрием, что, как правило, тяжело сказывается на сердце. Сыр может поднять уровень своего холестерина, поднять давление. А ты этого не хочешь. Так почему мы на него подсаживаемся? Я правда думаю, что это из-за казоморфинов. Казеин – это молочный протеин, и он переваривается для создания морфоподобных соединений, которые идут в мозг и прикрепляются к тем же рецепторам, что и морфин, и героин, и другие наркотики. Но они не такие сильные. Самый сильный – морфозептин, который содержит около десятой части связующей способности мозга в сравнении с фармацевтическим морфином. Он не такой сильный, за что вас могут арестовать, но он достаточно сильный, чтобы взять вас на крючок. И ты такой думаешь, ну и дела, я люблю сыр так сильно. Это потому, что сыр подобен наркотику, как и все наркотики, вызывает привыкание. Ты можешь любить его, но он в ответ тебя не любит. Время порвать с сыром.